ЧП произошло сегодня рано утром во время перемены в центральной рекреакции, разделяющей столовую и спортзал. С потолка отвалился увесистый кусок стройматериала и рухнул прямо на десятиклассницу. С подозрением на сотрясение головного мозга девочку увезли в больницу. Занятия останавливать не стали, перекрыли лишь центральную лестницу. Мне кажется, это мало кого удивило. У нас за эти годы уже были такие инциденты, потолок обвалился. И школа старая, ее в принципе нужно всю ремонтировать. Ремонт, правда, косметический в гимназии провели этим летом. За 1 миллион 700 тысяч рублей в злополучном коридоре застелили кафелем пол, отремонтировали, покрасили стены и сделали навесной потолок. При этом старую штукатурку никто не удалял, потому что этого требуют правила пожарной безопасности. У школы деревянные перекрытия, они должны быть оштукатурены. Вся конструкция потолка выполнена правильно, то есть никаких нарушений нет. И если обратить внимание, то даже все крепежи, которые держат именно конструкцию подвесного потолка, они заделаны не только до штукатурки, но и прямо мы знаем, что здесь перекрытие у нас именно деревянное. То есть перекрытие деревянное, даже вся конструкция вот именно держателей подвесного потолка, она осталась на месте. Сейчас простукивать будем, смотреть, частями будем перекрывать и проводить это обследование. Свою проверку сейчас проводят и полицейские. После виновных определит Следственный комитет. Не исключено, что за оказание услуг, цитирую, не отвечающих требованиям безопасности, заведут уголовное дело. Отмечу, что это ЧП в гимназии не первое. Аналогичное произошло в апреле 2014-го. Тогда на одной из учениц также с потолка рухнула штукатурка. Школьница получила ушиб головы. Красная фунице. Осенья прошу подводы. Со 즉 золотятся в глубокäter. Осень слишком секро. Осеньянь к талантаз к Landowneri.